друзья всем привет с вами димас вы на канале кукс бразер хукс и сегодня мы будем вспоминать вкус детства вкус детства будет замечательный вот оператор поделился своим детством со мной тут на днях и сказал что он ел такие бутерброды вкусные бутерброды с луком и яйцом хлеб у него был черный у нас белый потому что говорят белый вкуснее мы решили попробовать белый и также соль чуть подсолить там у кого есть перец у кого был в детстве перец можно поперчить не знаю оператор был тебе в детстве перец не было оператора детстве перца из-за этого вот будем солью одной но ничего страшного элементарный рецепт в принципе приготовление сейчас все это все увидите достаточно быстрый там 15 занимает но получается вкусные горячие бутерброды вкус детства готовим хлеб ну как бы у нас современный такой вот уже нарезанные ломтики лук нарезаем мелко кто как любит но мы мелко нарезали чтобы удобно было его помешать помешать с яйцом ну и потоньше как бы это естественно можно еще меньше даже порубить если вы как бы это давайте на четыре части разрежем луковицы у нас луковицы небольшие ну короче где-то один к трем одно яйцо 3 луковицы даже ну да лучок мы нарезали смотрите достаточно мелко чуть присолим чтобы вкусно получилось также может если у вас было французское детство добавьте сыр или швейцарское у вас детство какое есть у нас российское то есть советское детство было у нас сыр особо там не котировал пашихонский кстати пропал здесь кто видел пашихонский сыр напишите в комментариях я не видел но тут как бы не особо тут деревня чего видишь разбиваем яичко и все это сейчас все перемешиваем все перемешиваем получается такой вот у нас тут замес луковый ну вот все перемешали смотрите у нас яичко все булокло белочек чуть подзбился даже соль дала свою вот эту штучку пенистую такое все расщепило и вот уже будем сейчас готовить пойдем плите наши знаменитые рязанские ваиковские бутерброды наливаем немножко масла лучше конечно взять антипригадную сковородку раньше не было раньше были чугунные ну все вот мы друзья раскалили наш наш сковородку и вот жарим отвергода и аккуратно переворачиваем три штучки по месяцу поставили средний огонь до чуть ниже среднего на единичку и все это обжариваем нам надо чтобы вот как бы все схватилось лук не обязательно чтобы был до конца готовы хрустящие главное чтобы белочек схватил с яичком с желудком и все будем уже потом все это есть запах приятный пошел луковый такой очень даже аппетитный вот делаем обычный процесс переворот смотрите как поджаривается красиво у нас лучок поджаривается можем принципе еще подождать пошло 3-3 минуты можно переворачивать возьмите лопаточек принципе ничего ну почти не отлетает личка как бы завакуумировала это все и все у нас процессе можете маслица подлить еще там немножко капнуть хлебушек с той стороны поджарился а так принципе отжарился лук смотрите такой полусырый можно еще потом перевернуть разок вот так получается красиво 3 минуточку у нас лук такой хрустящий получится яичко поджарилась как бы если вы хотите еще меньше чтобы температуру снизить добавьте сливочное масло операторы был у тебя сливочное масло в детстве но было он просто не помнит на самом деле у него было и как бы когда кидаете сливочное масло растительное температура горения естественно снижается и можете на сливочном поджарить и оно вкусное еще будет ароматнее и более раньше советского союза было только крестьянское масло домашнее и оно было вкусное так что вот поджарим еще где-то по пол минуточки просто хлеб чтобы он был красивый не будем пробовать будем пробовать петерброды час что у нас получилось смотрите какая прекрасная тарелочка аромат вообще волшебный самый поджаристый возьму оператор вообще божественно хорошее у тебя детство было на самом деле реально с белым хлебом наверное вкуснее лук сладкий поджарить сладкий яичко все поджарилась и балакло ну вообще божественно а если вы и говорю француз или швейцарист добавите сырка наверное будет вообще обалденно у нас как бы сыра не особо было детстве но очень вкусно ну это лучок хрустящий обалденно просто вкусные бутерброды реально вкусное детство было у оператора у нашего великолепно хороший рецепт антон мальчик вспомнил так что все всем приятного аппетита вот такой рецепт еды из детства у нас пишите в комментариях какой у вас было если вдруг у вас было детство еще круче чем у нас пишите обязательно что вы там ели готовили может быть не повторим даже кунти рецепт как бы у нас есть там наши запросы будем готовить когда-нибудь впоследствии так что все всем приятного аппетита ставьте лайки дизлайки пишите комментарии с вами был димас оператор антон и вся банда клус празер хукс всем удачи пока пока